Добрый день, друзья! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня мы с вами приготовим натуральный домашний ржаной хлеб на закваске. В составе этого хлеба только мука, вода и соль. Все, больше ничего. Рецепт очень простой, хлебушек получается очень вкусным и очень ароматным. Для начала приготовим опару. Для нее нам понадобится 20 грамм ржаной закваски 100% влажности на пике активности. Ржаную закваску очень легко вывести дома буквально за несколько дней и потом постоянно печь на ней полезный хлеб без дрожжей. Отправляем закваску в стеклянную чашу. Что касается закваски, у меня на канале есть очень подробное видео по выведению закваски в домашних условиях и ржаной и пшеничной. Вот такая ржаная красотка сейчас живет в моем холодильнике. Вообще, что касается хлеба на закваске, его я пеку уже достаточно давно, много лет и большим объемом информации владею. Но недавно решила еще подучиться и прошла курс, который называется «Хлебный старт» от Марии Рыковой. Получила очень много новой теоретической информации, очень подробные видео по всем этапам приготовления хлеба, подробные техкарты, рецепты. И поэтому, если вы увлекаетесь выпечкой домашнего хлеба на закваске, я очень вам рекомендую в ближайшее время, а именно 1 октября, Мария будет проводить абсолютно бесплатный интенсив, который называется «Полезный хлеб на закваске». Он будет состоять из нескольких уроков и на нем вы научитесь выводить закваску в домашних условиях, готовить натуральный хлеб без дрожжевой на закваске. И самое главное, что это все абсолютно бесплатно, очень ценная, полезная информация, поэтому, если вы интересуетесь выпечкой натурального хлеба на закваске, я вам очень рекомендую пройти этот интенсив от Марии Рыковой. Ссылочку вы найдете в описании под видео. Ну а мы возвращаемся к приготовлению ржаного хлеба. К 20 граммам закваски добавляем 100 грамм воды комнатной температуры. Я использую обычную фильтрованную воду, кипяченая вода здесь не подойдет, можно также использовать бутилированную. И все хорошо перемешиваем до однородности. Далее добавляем 130 грамм ржаной обдирной муки и тоже хорошо перемешиваем, я перемешиваю прямо ложкой. В итоге получается вот такая достаточно густая опара. Теперь ее необходимо накрыть и оставить для брожения при комнатной температуре на 8-10 часов. Оптимальная температура примерно 24 градуса. Если в помещении будет теплее, она подойдет быстрее. Если прохладнее, то времени понадобится чуть больше. Очень удобно для замеса использовать именно стеклянную миску, чтобы следить, как опара подходит, насколько она поднимается. У меня прошло 10 часов, опара хорошо подошла. Она вся пронизана пузырьками воздуха. И теперь на ее основе можно готовить тесто для хлеба. Добавляю 143 грамма воды комнатной температуры и хорошенечко перемешиваю. Далее всыпаю 52 грамма пшеничной муки высшего сорта и 143 грамма ржаной обдирной муки. Добавляю 8 грамм соли и хорошо перемешиваю. Долго вымешивать ржаное тесто нет никакой необходимости. Нам нужно лишь, чтобы вся мука увлажнилась. Лучше это сделать руками, все хорошенечко перемешать, чтобы не осталось непромеса, не осталось сухих комочков муки. Вот такое рыхлое, липковатое тесто должно получиться в итоге. Все, накрываем его пленочкой. Как вы могли заметить, я для этих целей использую шапочку для душа, это очень удобно. И оставляем для брожения при комнатной температуре на 2,5 часа. Желательно каждые 40 минут делать обминку, но я делаю всего одну обминку. Вот так, кстати, подошло тесто через час примерно. Осторожненько делаю обминку с краев, переворачиваю тесто. А, кстати, руки я смачиваю в холодной воде, чтобы тесто не прилипало к рукам. Распределяю его равномерно, опять-таки, накрываю и оставляю для брожения. У меня прошло 2,5 часа, посмотрите, как хорошо подошло тесто. Оно все пронизано пузырьками воздуха. И теперь можно формовать хлеб. Для выпечки я буду использовать вот такую форму. Она называется форма L11, она из алюминия, ее можно, в принципе, приобрести в любом маркетплейсе. Именно в таких формах пекут ржаной хлеб на производстве. Перед первой выпечкой эту форму нужно промазать маслом и прокалить при температуре 250 градусов. И на форме образуется такая вот защитная пленочка масляная. Но я все равно перед каждой выпечкой хлеба еще дополнительно смазываю небольшим количеством масла, чтобы хлебушек легко из формы выскакивал. Так, форму пока отставляем в сторону. Я беру чистую воду и немножечко подготавливаю рабочую поверхность, чтобы хлеб к ней не прилипал. Смачиваю достаточно обильненько водой. Руки тоже хорошо смачиваю. Теперь подошедшее тесто перекладываю на рабочую поверхность. И влажными руками распределяю тесто в такой своеобразный овал, вытянутый или прямоугольник. И теперь тесто сворачиваю в рулет. За счет использования воды тесто не прилипает к рабочей поверхности и к рукам. И в принципе с ним достаточно просто работать. Теперь вот этот готовый рулетик осторожненько перекладываю в подготовленную форму. Слегка приминаю, чтобы не осталось воздушных пустот в углах формы. И теперь силиконовую лопатку смазываю водой. И вот такими движениями разравниваю поверхность, чтобы все было ровненько и аккуратно. Вот такая красивая заготовочка у меня получилась в итоге. Сверху можно присыпать отрубями, кунжутом, кориандром. Чем вам нравится? Я буду использовать белый кунжут. Поверхность влажная, поэтому кунжут достаточно хорошо прилипает. Накрываем и оставляем для расстойки на 60-90 минут. Но здесь имейте ввиду, вот у меня, например, уже через 40 минут тесто хорошо поднялось, потому что на кухне было достаточно жарко в этот момент, я готовила. Поэтому ориентируйтесь больше не на время, а на само тесто. Обратите внимание, заготовочка должна расстаиваться до появления небольших дырочек на поверхности. Все, можно отправлять выпекаться. В хорошо разогретой духовке первые 15 минут печем при температуре 240 градусов. Затем я накрываю фольгой, потому что верхушка начинает немножечко подгорать. Температуру снижаю до 210 градусов и допекаю еще примерно 30-35 минут. Далее осторожненько прохожусь ножом вдоль стенок формы. Будьте аккуратны, форма очень горячая. И вытряхиваю хлебушек из формы. Он выходит достаточно легко. И вот такой румяный красавчик у меня получился. А вы бы слышали этот просто потрясающий аромат. Я очень люблю хлеб на закваске, потому что у него максимально полезный состав. Только мука, вода, соль. Ничего лишнего. Именно такой хлеб пекли наши бабушки. И он очень полезен для нашего здоровья. Обязательно пробуйте. Переходите по ссылочке в описании и записывайтесь на курс к Марии. Пеките вкусный и полезный хлеб. Ну а я как всегда желаю вам удачи на кухне. Не бойтесь экспериментировать. Скоро увидимся. Продолжение следует...